Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня на библейском портале Экзегет мы завершаем чтение книги пророка Аввакума, третья глава. Третья глава содержит псалом или молитву самого Аввакума пророка. И здесь в заглаве этой главы, в надписании сказано, что это молитва Аввакума пророка для пения. То есть она предназначена для исполнения во время богослужения. У нее литургический характер. Ее можно не только читать, но и петь. Здесь высочайшая поэзия, замечательная. И даже в переводе чувствуется, насколько поэтичен этот текст. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его во гневе, вспомни о милости». Эсхатологический характер последующих слов проявляется в том, что Господь являет себя в славе и предвозвещается его пришествие. Здесь слава, ужас охватывают псалмопевца от пришествия Господа, а завершается псалом уже не ужасом от явления славы Господней, наполняющей всю землю во время пришествия Бога, эсхатологического его окончательного пришествия. Вот, это все, этот ужас пророка сменяется весельем в Боге. Он веселится о Боге, радуется о спасении, которое Господь своим пришествием дарует ему, и всем праведным, праведным, которые своей верою, верностью точнее Богу, будут живы. Праведный своей верою жив будет, говорилось в предыдущей главе. Своей верностью, точнее, в годы бедствий, когда кругом идало поклонство, зло, праведный цадик хранит верность Богу. И вот через эту верность он будет спасен. Не потому, что он верит, что где-то там есть Бог правосудный, который всем воздаст, а вот потому, что он в повседневной жизни, несмотря ни на какие обстоятельства, хранит верность Богу, живет по его заповедям и поступает каждое мгновение своей жизни праведно. Дальше читаем третий стих. «Бог от Фемана грядет». Бог здесь архаическое слово «элуах», часто встречающееся в других книгах, в книге Иова, в псалмах. Вот здесь тоже древнесемитское такое название для Бога, не «элогим», а «элуах». Ну, некоторые ученые говорят, что правильнее произносить «элога». «Элога» или «элуах» произносить можно по-разному, но вот это архаическое здесь слово для обозначения Бога. «Элуах от Фемана, Тейман» — это Яман, это Йемен, это южная часть Аравийского полуострова. Вот оттуда грядет и святой от горы Паран. Это пустыня, там, где дом, на юг тоже от святой земли Израиля. С юга грядет Господь. Если неприятель, астерийцы, вавилоняне шли с севера, с севера шел враг, туча огромная, которую видит Иезекииль, наполненная молниями, тоже идет с севера, то добро Бог, элуах, идет с юга, чтобы, видимо, противостать этой неприятельской силе астерийцев и вавилонян. «Покрыло небеса величие его, и славой его наполнилась земля». Та слава, о которой говорилось во второй главе, вот здесь еще раз повторяется, что это слава Божья, его присутствие, его слава, его величие, оно наполнит собой всю землю, славой его наполнилась земля, величие, покрыло небо, небо, земля, величие, слава, божественная манифестация. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник силы его. Луч, рог, это одно слово, керон, в юрите. Керон может означать и луч, и рог, вот, от лучи, лучи исходят от руки его. «Перед лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Слава Господне, его сила проявляется, в том числе и в наказании, в истреблении, в опустошении неприятелей». То есть эта слава, она ужасает, но и спасает праведных, а нечестивых она губит. Поэтому здесь грозные слова. «Язва, жгучий ветер. Он стал и поколебал землю, Господь. Воззрел и втрепет привел народы. Вековые горы распались. Первобытные холмы опали. Пути его вечные». «Даже горы, несокрушимые горы, они уравнивают свой путь пред Господом». Вспомним исход из Вавилонского плена, остатков еврейского народа. Всякий дол до наполнится, всякая гора до понизится, холмы. «Для того, чтобы путь ровный был пред Господом». Господь грядет, и вековые горы распадаются, и холмы опадают. Нет препятствий для пришествия Бога. «Грустными, — говорит пророк, — видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли мадьямской». Эфиопия, далекая южная страна, южнее Египта, в Африке. «Мадьям, — это Синайский полуостров. Вспомним, что тесть Моисея Итро был мадьянитянином, и там Моше Моисей пас овец отца, тестья своего, Иофора Итро, который был мадьянитянином. Мадьянитяне были дальними родственниками евреев. «Разве на реке воспылал Господи гнев твой? Разве на реке негодование твое или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные?» Изображалось войско сирийцев, вавилонян в предыдущих текстах, в предыдущих главах. Кони его быстры, как барсы, как орлы налетят и так далее, конницы его. А здесь Господне полчища, полчища праведная. Битва, последняя эскатологическая битва будет битвой Бога со злом. Армии одной, армии праведников, с армией нечестивых. И победа будет на стороне Бога. Великая победа, окончательная. И вот здесь спасительные колесницы Божьи, божественная армия, готова к этому сражению со всеми неприятелями. Дальше Господь представлен лучником. В образе лучника ты обнажил лук, твое поклятвенному обетованию. В псалмах тоже есть этот образ. Натягивает лук свой, стреляет в лицо неприятелю. Харбо ильтош и так далее. Вот и здесь тоже этот образ. Обетованию данному коленам. Коленам Израилевым. Какие Господь дал обетования? Обетования очень благие. Если будете исполнять мои заповеди, земля это будет в вечном вашем пользовании. Вот. Ну и в конце концов эти обетования перерастают в обетования вечного спасения. Ты потоками рассек землю. Увидев тебя, вострепетали горы, ринулись воды. Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Сама бездна преисподняя. Морские пучины. Здесь персонифицируются, представляются в образе какого-то существа, которое поднимает свои руки. Солнце и луна остановились на месте своем, вспомним Иисуса Новина. Перед светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. Эсхатологическая битва, эсхатологическое последнее сражение, сражение полчища Божьего, его армии непобедимой, победоносной армии со всеми злыми неприятелями, неприятелями всего доброго, всего благого, и победа будет за Богом, а не за ними. «Во гневе шествуешь ты по земле, и в негодовании попираешь народы». Господь попирает народы, которые ополчились против Него, и делает Он это с гневом. Идет, шествует, горы уравниваются перед Его шествием. Что уж говорить о людях. Горы. Ну попробуйте вы своими жалкими, ядерными ракетами разрушить гору Эверест. Ничего не получится. Ее не может разрушить даже астероид, если врежется в землю. Гора Эверест как стояла, так и будет стоять. А вот Господь уравняет даже гору Эверест для Своей славы и для Своего полчища. Здесь горы не поименованы. Чуть выше говорилось о Ливане в предыдущей главе. Представление о том, что есть какие-то горы гораздо более высокие, чем Ливан, видимо, у Вакума и у евреев того времени еще не было. Поэтому самые высокие горы Земли, Гималайи, Тибет, Анды, они, конечно, не упоминаются. Но когда говорится о горах, о самых высоких горах, что их Господь уравняет, то имеется в виду все горы, какие бы то ни было горы. Даже если горы эти будут высотой 100 километров, их все равно Господь уравняет. Это все творение Божие. Господь творец, Создатель. Делает со своим творением все, что хочет. Попирает народы, горы, разрушает и славу свою являет, и свою великую победу. И все это важно для наказания нечестивых и для спасения праведных, для спасения избранного народа Божьего. Об этом дальше и говорит пророк. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Кто здесь помазанный? Это и царь, потомок Давида, Мессия. Это и народ. Народ. Народ спасенный Божий. Народ, который наследует Царство Божье, грядущее. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Вот эти все цари, их полчища, они обнажены от основания до верха и сокрушаются их главы, их правители, и сами они все. Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Нечестивый устраивает засаду против бедного, желая поглотить его, схватить его в сети свои, в капканы, которые растаяли, роют яму. И в псалмах часто говорится, что вот такой нечестивец злоумышляет против бедного, праведного человека, но сам будет в своей сети схвачен и сам упадет за подню, которую он устроил. Так же и здесь та же самая тема звучит, псалмическая тема. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Тема исхода. Исхода из Египта, чудесного, когда Господь сквозь море, рассеченное море, устроил дорогу, спасительный путь для народа своего. Невидимые кони, колесницы Божьи, Его небесное воинство защищало и сопровождало исходящий из Египта народ. Вот здесь кони Его пролагают путь по морю через пучину великих вод. Могут ли кони проложить путь по морю без Бога? Конечно, нет. Поэтому путь спасения, путь Божий, для Него нет никаких препятствий. Ни горы, ни море. Ничто не может воспрепятствовать Богу проложить путь спасения для праведников, для избранных своих. Дальше говорит пророк о себе, исповедуется, «Я услышал и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придёт на народ мой грабитель его». Да, будет великое эсхатологическое сражение, будет великое бедствие, будет гибель многих народов в последней битве на этой земле, катастрофической битве. Праведники своей верностью Богу будут спасены, но пророк глубоко переживает то, что должно будет произойти в конце. Он охватывает его трепет, он в таком выступлении, что ли, находится, в, может быть, в каком-то даже трансе, и весь трепещет от этой вести, дрожит, и боль проникает в его кости, то есть до самого... всё его существо охватывает и даже место под ним колеблется. Вот. Но он должен быть спокоен в день бедствия, должен полагаться на Бога, должен он, праведник, пророк, своей верностью Богу, проявлять свою верность Богу, и через это будет спасен. И вместе с ним все другие праведники. Последнее слово будет за Богом. И это еще не будет концом. Будет новый Божий мир. После эсхатологической битвы наступит Божий суд. В самой этой битве он уже проявится, божественный суд, божественное правосудие. И после великой победы Бога наступит новый мир, который мы называем Царством Божьим. Никакого злодейства, никакого притеснения не будет уже в том новом мире, в мире Царства Божьего, в грядущем новом божественном миропорядке. 17 стих и все эти три заключительных стиха книги они говорят уже о радости, о веселье в Боге. Человек, праведник, радуется о том спасении, которое наступит после победы Бога над злыми, над врагами. Хотя бы не расцвела смоковница, вот эти бедствия будут проявляться и в природе, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне рогатого скота в стойлах. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Почему? Чему тут радоваться? А радоваться тому, что это еще не конец. Когда Бог победит, и все его полчища одолеют врагов, эскатологического врага, то есть все объединенные Царства Земли, которые ополчатся против Бога в эскатологическом сражении, Господь их всех победит, и полчища Господне одолеет эти вражьи полчища, тогда вновь расцветет смоковница, плод будет на виноградной лозе, маслина вновь даст свои плоды, будут колоситься хлеба, овцы будут и рогатый скот умножаться. Радоваться чрезвычайно. Поэтому будет великая радость, радость о спасении. Радоваться будем о Господе и веселиться о Боге спасения, Боге, который будет спасением и для пророка Аввакума, и для всех праведников всех поколений, и последнего поколения тоже. Если мы окажемся на стороне Бога, вот если мы будем, несмотря на все бедствия, хранить Богу верность, то через эту верность мы останемся живы. И эсхатологическая катастрофа не уничтожит нас, мы в ней выживем, и Господь будет скалой, спасением нашим прибежищем, и мы не погибнем, мы наследуем новый грядущий мир. Царство Божье, которому не будет конца. Господь Бог сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Сила, она не в оружии, не в быстрой коннице, не в каких бы то ни было суперсовременных видах вооружения. Сила в Боге. Пророк исповедует эту силу, он верен своему Богу, и к этому же призывает нас. И тогда наши ноги, как ноги Аввакума, будут как у быстрого оленя, и мы высоко взберемся на эту скалу спасения, на высоты, на которые Господь нас возведет. И эсхатологическая битва не причинит нам вреда. Мы будем спасены и будем участвовать в том торжестве, в том спасении, в той славе, которая будет сопровождать божественную победу над всеми неприятелями. Вот так разрешится вопрос, мучивший Аввакума. Почему нечестивый господствует? Да, Бог до времени попустил несправедливость и злу твориться на этой земле. Но потом все злодеи, все нечестивцы, все притеснители, поработители, все гордые правители всех стран и народов будут Богом наказаны, и наступит Божий новый мир, и праведники его наследуют. Праведный своею верностью Богу будет жив, верностью, проявляемую делами, а не словами. Дальше, последние слова этой книги. Начальнику хора содержится указание, техническое указание для исполнения этой молитвы, этой песни, которая вся содержится в третьей главе пророческой книги. Вот такая небольшая, но очень важная книга пророка Аввакума, отвечающая на вопрос, почему в этом мире зло, несправедливость порой господствуют, и когда же всему этому будет положен конец. Хотелось бы мне в заключении предложить тем, кто хочет более подробно изучить книгу пророка Аввакума, предложить прочитать толкование на эту книгу про Терей Геннадия Фаста. Книга называется, которую написал отец Геннадий, называется «Толкование на книгу пророка Аввакума» или, другое название, «Опыт библейской теодицеи», опыт оправдания Бога. Почему праведный Бог терпит беззаконников, задает вопрос Аввакум, этот же вопрос задает отец Геннадий, и в этой книге он отвечает не только на основании библейских текстов, творений святых отцов, но и на основании многих памятников мировой, в том числе русской литературы, как бы актуализируя пророческое слово, пророческую весть и столковывая ее для нас, для нас, современных читателей этой пророческой книги. Книга отца Геннадия претерпела два издания, совсем недавно, несколько лет тому назад она была издана в Киеве, потом второе издание было издано в Москве. Вот нашим зрителям в Братской Украине доступно, скорее всего, будет киевское издание, зрителям в России, в Белоруссии, наверное, более доступно будет издание московское. Издания совершенно одинаковые, нет никакой разницы в этих изданиях, вот какое бы ни было в ваших руках издание, оно будет полезно для всех нас, изучающих книгу пророка Аввакума и всех нас, кого мучают те же вопросы, вопросы зла, творимого, происходящего в мире, окружающем нас, и какой же смысл всего этого, и когда всему этому наконец придет конец, когда ты, Господи, положишь конец всему этому злу, что творится в мире, вокруг нас. Запись сделана для библейского портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,